Приветствую вас на то, что вы, запасной вариант для своего мужчины, не указывает абсолютно ничего. То есть вы сказали, что он. Благодаря месяца вы встречались, потом у вас начали появляться нему чувства, а он стал к вам более равнодушно относиться. Я правда не очень понял хронологию того, что вы описали. То есть я имею ввиду, сперва вы начали проявлять к нему больше чувств, а потом он стал холодным. Или сперва он стал холодным, а вы после начали проявлять к нему больше чувств. Это вот момент, но это очень важный момент. Тонкость, но очень важная тонкость. Потому что, если, например, мужчина начал проявлять холодность после того, как вы стали проявлять к нему свои чувства, то это означает, что он чувства вообще не испугался. Испугался опять среди серьезных отношений, испугался, что он будет опять складывать в эти отношения, а вы потом, может быть, его бросите, как предыдущая девушка, ну и так далее, и так далее. Если он стал холодным, а вы после этого начали проявлять к нему твои чувства, то есть почувствовали, что он вам не бедно отличен, то это проявляет, это уже немножко другая история. Это уже история о том, что вы боитесь его потерять, что он вам нужен. Также, 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 вполне может быть, что мужчина, видите ли, видите ли, как мужчина может, не сам того ни от одного, встречаться с вами, чтобы доказывать самому себе, что он достойный, что он хороший, что с ним можно быть в отношениях и так далее, и так далее. То есть речь идет именно о том, что вы для него средства, не заплатной вариант, а именно средства. И он не осознает того, что происходит с ним. Далее. Вы спрашиваете, не связались ли вы с человеком, не готовым к отношениям, и не являлись ли я для него заплатным вариантом? Ну, скорее первое, чем второе. То есть, действительно, что это заключается в том, что мужчина не знает, как бы, он не готов к отношениям. Он и не знает, чего он хочет. В принципе, его все устраивает. Его устраивает, как он проводит с вами время, его устраивает, что он остается у вас на ночь и так далее. Его все устраивает. И надо сказать, что пока его все устраивает, он так и будет себя вести. То есть, вы здесь говорите о нем, но вы не говорите о себе. Например, почему вы, после того, как расстались, позволили себе сходить с ним в кино, без разговора о обсуждении ваших отношений? Почему вы позволили им остаться на ночь тем, чем вы руководствовали? И так далее. То есть, у вас, получается, нет своей чёткой позиции, обеспеченной при этом средствами и поведением. Этим и нужно разбираться. Правильно вам сказал мой коллега. Мужчина может думать через тот год. У мужчины могут быть свои дела, у мужчины своя жизнь, у мужчины свои цели. Как мы убедились, эти цели не связаны с вами и так далее. А как же вы? Вот вы сами чего хотите? Вы сами к чему стремитесь? Что вам видит при, значит, придерживание такого поведения? Вот такого, каким вы его представляете нам? Вот с этим нужно разбираться. Понимаете? Не столь важно, чего хочет мужчина, сколь важно, чего хотите вы. И чтобы вы стремились к тому, чего хотите вы. Чтобы вы понимали, что человек может вам не дать того, чего вы хотите. Не потому что не хочет, а потому что не может. Потому что думал, что может, а в итоге оказалось, что не может. И это нормально. Мужчине тяжело признать свое поражение. Это тоже нормально. Мужчина не может признать, что у него с вами ничего не получилось. Потому что он не готов. Для него это было бы унижение. И поэтому он вас удерживает. Таким образом. Опять же, скорее всего, не осознанно. Он об этом скорее всего не думает. Но вам это нужно понимать. И понимать, что вы можете так с ним прожить и год, и два, и больше. И в итоге ни к чему не прийти. Для него все устраивает. В этом основная проблема. Его все устраивает. Мужчина, я имею в виду. А вас нет. И вот связано это, на мой взгляд, опять же, с не совсем верными, верно расставленными приоритетами. То есть, приоритеты, они какие должны быть у вас? Приоритет у вас такой, что вы ориентируетесь на то, чего вы хотите. Это правильно. А вы ориентируетесь на что? Вы ориентируетесь не на то, чего вы хотите. Вы ориентируетесь на человека. Вы ориентируетесь на другого. Ну и, соответственно, как вы хотели тогда, чтобы у вас что-то получило? К сожалению, это невозможно. А так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. То есть, значит, мужчина ваш не готов к отношению. И если вы хотите его простимулировать к тому, чтобы он все-таки оказался готов к отношению, самый лучший способ будет полностью закрытиемый доступ к вам. То есть, общаться спокойно, так же, дружески, все, но при этом ничего большего себе с ним не позволять. Показать ему, что вы с другими мужчинами совершенно спокойно сближаетесь, общаетесь, флиртуете. А что? Это нормально. Вы же не с ним. Вот тут-то он себя и проявит. Либо ему будет все равно, потому что он боится, потому что ему правда все равно, по каким-то еще причинам. Это не столь важно. Либо он себя проявит. Но вы, по крайней мере, увидите его отношение к себе. Истинное отношение. Не ситуационное, когда он просто делает что-то для себя, а истинное. И вот так вы и получите ответ на свой вопрос. А там уже решат вас, как вы будете поступать. Ну вот то, что вы месяц терпели его немножко наплеваться в отношении, как вы говорите, это очень противоречивое выражение. С одной стороны, вроде бы да, месяц терпели плохо, зачем терпели, почему терпели, что заставляло вас терпеть. Налицо признаки зависимости. С другой стороны, немножко наплевательское. Так что наплевательское или нет? Как вы определяете, мужчина наплевательски к вам относится или нет? Может быть, у него просто страсть прошла, и он выстраивает с вами сейчас такие свободные, неторопливые отношения. Ну, пытался выстраивать до того, как вы с ним расстались. Что есть, по вашему мнению, на привательские отношения? То тоже не очень понятно. Но только в том, что каждый вот принимает это по-своему. И если вам это неприятно, если вы считаете, что отношения так строить нельзя, это ваше право. Следуйте же своим идеалам, следуйте же своим предпочтениям. Не предавайте их, а то вместе с ними вы предаете себя. А предавая себя, вы растворяете другому человеку, становясь от него зависимым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До свидания!